Девушки отдыхают Статуя Свободы Привет, дети! Сегодня я научу вас не бояться великанов! Привет, Бода! Но великанов не бывает! Скажите, не бывает! А это тогда кто? Статуя Свободы Ха-ха-ха! Статуя! Не смешите мою бороду! Вот схватит вас эта статуя! Будете знать! Начнем подготовку! Морфы налево, а я в кусты Понятно! Нам попался особо опасный экземпляр Семерогий зеленчик Бода – это не рога, а корона с лучами Они освещают светом свободы семь континентов и морей А еще в короне обзорная площадка Зеленчик схватил морфиков! Держитесь, верные мои морфы! Я вас спасу! Вход в статую вот здесь Внутри можно увидеть каркас статуи А по центру лестница в триста пятьдесят шесть ступеней Ага! И сейчас мы по этой статистнице быстро к великану в голову соберемся Сдавайся, великан! Я приполз Я опоздал! Великан уже морфиков сожрал! Бода, морфики уже на второй смотровой площадке Хе-хе, еще не сожрал! Но собирается! Вон, газовая горилка! И кулинарная книга! Ну точно сейчас зажарит! Бода, это не книга А табличка с датой принятия декларации независимости США 4 июля 1776 года Держитесь, храбрые мои морфики! Я иду! Ой, морфы хорошие мои! Целый! Хе-хе-хе! Их, пора нам выбираться отсюда! А ну поставь нас на землю, душегуб! Мы тебя не боимся! Что? Обожди, душегуб, не ставь нас на землю! Хотите узнать побольше про статую свободы? Это они о ком сейчас? Бода, да вот же! Знаменитая статуя свободы! Ее создали во Франции в честь столетия независимости США Каркас проектировал Гюстаф Эйфель Тот же, который сделал Эйфелеву башню Потом статую свободы разобрали на 350 частей Перевезли на корабле в Америку И собрали обратно Хм, тонкая работа! Итак, дети! Сейчас я научу вас путешествовать как статуя свободы! Внимание! О-о-о-о! Хе, вот так примерно! Хорошо, что великан статуей оказался! А то я от посмерти боюсь этих великанов! Пустыня Наска Здравствуйте, дети! Сегодня я научу вас рисовать шедевр! Ух ты! Привет, Бода! Что нужно делать? Берем кисти, краску и шедевр! Вот этот! Раз! И шедевр готов! Хе-хе! В лувре повесим! Бода! Это же геоглиф! Так называются огромные рисунки, сделанные на земле! В пустыне Наска целая галерея геоглифов! Галерея в пустыне? Ха-ха! Интересненько! Так! Ну и где тут шедевры? Ха-ха-ха! Не шедевр! Не шедевр! О, шедевр! За мной! А-а-а! Что? Где? Сигнализация мне в бороду! Шедевры похищены! Полиция! Да нет же, Бода. Геоглифы на месте. Но они огромные, и увидеть их можно только с высоты птичьего полёта. Вижу, вижу каракулёглифы. Так и быть, будем рисовать шедевр не для лубра, а для пустыней. Слишком свежая краска, а нужна древняя. Где тут древний магазин? Бода, геоглифы не рисовали, а вытаптывали. Контур геоглифа – это не глубокая канавка. Она проходит по холмам и ложбинкам. И ни разу не прорывается. Сам знаю, что канавка по ложбинкам. Морфе, Морфе, вы что с краской-то делаете? Ну что же вы, забыли, что шедевр нужно не красить, а вытаптывать. Ай, ай, ай. Бедненький Будо! Кто только придумал эти шедевры! Геоглифы были созданы очень давно. Но кем и зачем точно неизвестно. Возможно, древние люди так прославляли свое племя. Или использовали геоглифы для ритуалов. Хватит разговоры разговаривать! Встречайте новый шедевр пустыни Наска! Подоглиф! Классно, Бода! Посмотрим, похоже ли у вас получилось. Эх, маловатый подоглиф мы выпыты кипыка-то-кали. Теперь-то я понимаю, что значит большой художник. А если ты небольшой, шедевра не получится. Что ты, Бода! Шедевр – это выдающееся произведение, а не самое большое. Шедевр может быть маленьким. Только сегодня и только сейчас самый маленький шедевр в мире! Бода, это же просто песчинка. Хе, а так? Ах, вот это да! Это настоящий шедевр! Лурейские пещеры Привет, Бода! Ты решил устроить вечеринку? Эх, не вечеринку, а пещеринку! Потому что мы едем в Лурейские пещеры в США, штат Вирджиния. А что такое пещеринка? Пещерная пещеринка – это гости, музыка, разные пещерные вкусности, веселье! Пещеры – не лучшее место для вечеринок. Как это не лучшее? Самое подходящее! Смотрите, какие залы с колоннами здесь построили! О, это не колонны, а сталактиты и сталагмиты. И их никто не строил, они сами растут. Очень-очень медленно. Один миллиметр в 77 лет. Здесь им 7 миллионов лет! Подумаешь, растут медленно. Главное, что к нашему приходу управились. А вот бассейн для аквапещеринки. Видите, здесь кто-то уже плавал. Вон и все деньги потерял. Не потерял, а специально бросил монетку на счастье. Дети, никому платить не надо. Вечеринка бесплатная. Ух ты! Наконец-то! Ура! Это же специальный зал для чесания бороды. Пробежался, и борода как венечек. Ой, Бода, это отражение. Здесь нет ветра, потому вода гладкая, как зеркало. Все, дети, хватит ты в зеркало смотреться. Надо стол накрыть для гостей. Морфе, найдите-ка здесь что-нибудь съедобное. Ну, там, ягоды, грибы. Бода, в пещерах ничего такого не растет. Здесь же нет солнца. Конфеты, сосиски, картошка фри. О, морфы нашли еду. Ух ты, грядка с яичницей. А вы говорите, ничего не растет. Бода, это камень. Нормальная яичница. Это среднекаменная прожарка. Все, угощение есть. Осталось позвать гостей. Бода, где ты здесь найдешь гостей? Пещеры лурейские. Значит, здесь живут лурейцы. Бода, здесь нет никаких лурейцев. А кто тогда здесь белье развесил? Ой, ну вот, первые гости пожаловали. Хе-хе, проходите. Что за гости пошли? Чуть что, улетают. Дети, все пропало. Пещеринки не будет. Конец фильма. Дети, выключите музыку. Это великий сталактитовый орган. Самый большой музыкальный инструмент в мире. К сталактитам прикреплены резиновые молоточки и проведено электричество. Если нажимать на клавиши, сталактиты звучат. Дети, знаете, что это? Что это? Вот это все. Нет, не знаю. Это пещеринка, дети. Ура! Джунгли Амазонии. О, Амазонка! Тропический рай! Привет, Бода! Куда собрался? Привет, дети! Сегодня я научу вас отдыхать в тропическом раю. Пальмы, кокосы, курорт. Джунгли Амазонии? Ну, Бода, джунгли – это не курорт. Амазонка – дикая и опасная река. Да, да, я и говорю. Прекрасный отдых получится. Вот так, дети. Ложимся и слушаем райских птичек. Эй, птички! Это не птички. Это древесные лягушки. Их так назвали за то, что они живут на деревьях. Ладно, пусть орут. Ну, то есть поют. А мы пока попьем что-нибудь тропическое и экзотическое. Налетай! Ой, ай! Да не вы налетали! Кусаются! Сделайте кто-нибудь что-нибудь! Во, спасибо. Так-то лучше. Бода, сейчас начнется тропический ливень. Подумаешь, дождик. Пока Пэйта и перестанет. Дожди на Амазонке бывают очень сильные. А сезон дождей вообще могут длиться по несколько месяцев. Какой еще сезон дождей? Сейчас сезон туристов. Я же говорил, пока Пэйт и перестанет. Зато после дождика рыбалка хорошая. Берегись! Ну вот, и рыба кусается. Разве так туристов принимают? Это пиранья. Она не только кусается, она и съесть может. Отдых перестает быть райским. Это анаконда. Да. Я так не играю. Обещали тропический рай, а сами то кусают, то дождем поливают. Бода, джунгли Амазонки и правда тропический рай. Это крупнейшее в мире скопление животных и растений. Не зря леса Амазонки называют легкими планетами. Они вырабатывают пятую часть кислорода всей Земли. То-то я отдышаться не могу. Да, джунгли Амазонки не курорт. Это дикие и нетронутые места. А значит, и отдыхать тут нужно... Дикарем. 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 Вот так, дети, нужно отдыхать на Амазонке. Запомнили? Запомнили. Ну все, пора домой. Хорошо дома. Душ, диванчик. Чем не курорт? Скажи. В каждом городе, дети, есть дома, дороги и достопримечательности. Вот, например. Бода – это не достопримечательность. А мэр – главный человек в городе. Мексика. Чечен и Ца. О, а здесь мэра нет. Это… есть такие города. Ай, не уговаривайте меня. Я и так согласен. Здесь мэром буду я. Ну и разруха. Вот что бывает, если мэра не бывает. Камня на камне не осталось. Чечен и Ца – очень древний город. Он был основан еще в пятом веке. А к десятому стал крупнейшим центром древней цивилизации Майя. Какой же это центр? Центр – это вот. Будем строить здесь город будущего. Но буду. За работу. О, а здесь мы и устроим космодром. С той года нельзя делать пирамиду космодромом. Это же храм. Отсюда древние люди обращались к пернатому богу Кукулькану. Пирамиду нельзя разрушать и переделывать. Ну и ладно. Обойдетесь без космодрома. Займемся спортом. Устроим здесь олимпиаду. Спокойно, дети. Сейчас мэр Бода построит стадион. Бода, в Чечене-Це уже есть стадион. Здесь жители города играли в игру «Тлач-3». Она похожа на баскетбол. Нужно попасть в вертикальное кольцо, касаясь мяча только бедрами. Но это сложно, ведь мяч очень тяжелый. Расступись! Не, спорты не для всех. Открой лучший курорт. А вот и море курортное. Это не море Бода, а Сен-Нот, подземное озеро. Я всего день как мэр, а уже столько сделал для города. Мне памятник поставить пора. Не слышу аплодисментов. Эй, а где все жители? В Чечене-Це нет жителей. Этот город сам как памятник. Который хранит культуру цивилизации Майя. И сюда каждый день приезжают туристы со всего мира. Потому что современных городов много. А Чечен и Ца один в своем роде. Что вы застыли как памятники? Хватит уже мэрствовать. Давайте быстрее смотреть уникальный город. Надоело мне быть мэром. Буду лучше президентом. Главным в целой стране. Занято, занято, занято. О, Атлантида. Бода, но Атлантида это страна из легенд. Никто не знает, где она находилась и существовала ли вообще. Ну вы даете, дети. Целую страну потеряли. Вы Атлантиду не брали? Самые высокие деревья. Ложечку за квака. Ложечку за уну. Доброе утро, Бода. Что ты делаешь? Доброе. Да вот дерево подкармливаю. Чтобы выросло быстрее. Бода, дерево от этого быстрее расти не станет. Вот дела. А от чего станет? Я понял. Мое деревце будет быстрее расти, если научатся высокого дерева. Смотри, какой высокий дуб. Значит так, баклажанчик, я меряю, а ты запоминаешь и растешь таким же. Один, два, три. Ай-яй-яй. Да, низковатый дуб. Дети, айда за мной. Поищем дерево повыше. Ну и жара. Где это мы с вами? В печи? Мы в африканской саванне. А это Баобаб. Одно из самых толстых деревьев в мире. Еще бы ему не быть толстым. Такую жарище он по-дельным мороженым питается. Ба-ба-бабу-бу-ба-бабу. А где здесь магазинная с мороженым? Нет, Бода. Баобаб во время дождей, как губка, впитывает влагу и толстит. Засуху, наоборот, теряет влагу и худеет. Худеет? Худеет? Ну нет. Мой одуванчик еще расти не научился. А тут этот Бао-бао-бао-баб со своей диетой. Все, пойдем дальше. Вот это я понимаю. Высота. Бода. Это австралийские царственные эвкалипты. Самый высокий из них ростом со знаменитой Биг Бен. Ничего, моя капустка сейчас тополем взмоет и обгонит эту пальму. Но Бода и эвкалипты – это самые быстро растущие деревья на земле. За один год они вырастают на 4-5 метров. Эх, редисочка моя. 5 метров в год – это медленно для тебя. Пойдем дальше от этих лентяев. Хэллоу, небоскребы, кто тут у вас самый главный? Бода, это роща Сиквой. Самых высоких деревьев на планете. У самого большого из них даже имя есть. Гиперион. Вот, у самых высоких и будем учиться. Ну что, Василечек? Васенька, веди себя хорошо. Во всем слушайся старых гиперионов. Я скоро вернусь за тобой. Бода, гипериону, чтобы вырасти таким высоким, понадобилось более 700 лет. Что? Вы хотели ребенка оставить на 700 лет одного в лесу? Не бывать этому. Вот что я тебе скажу, Василечек. Не хочешь расти – не расти. Я разрешаю. Знаете, дети, карликовые деревья – это вам не просто так. Это целое искусство. А вымахать под самое небо любой бамбук сможет. А вы помните, что я тебе беру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok